Обновилась не только российская сборная, но и команда отечественной премьер-лиги. В последние дни перед закрытием переходов клубы сделали несколько громких покупок. Больше других постарался «Зенит», который выложил за двух новичков около 100 миллионов евро. А вот Андрей Аршавин, которого сватали в московское «Динамо», все-таки остался на скамейке запасных лондонского арсенала. Подробнее о новичках российских клубов Николай Дубинин. Футбольное трансферное окно в России закрылось сегодня ровно в полночь. Всего по подсчетам авторитетного немецкого портала «Трансфер Марк» клубы премьер-лиги этим летом потратили на покупку новых игроков более 225 миллионов евро. Почти половина этой суммы числится за «Зенитом». «Халк» и «Спорту» и «Витцель» из «Бенфики» обошлись питерцам в рекордные 100 миллионов евро. После подобных астрономических покупок клуб на Неве уверенно вошел в тройку главных футбольных транжир лета. Больше потратили только «Челси» и «ПСЖ». Если брать спортивную составляющую, то, безусловно, это плюс для клуба, для любого. Такие игроки. Если же говорить о финансах непосредственно, я думаю, что за этих игроков, конечно, клуб приплатил. То, что такие игроки приезжают в российские чемпионаты, это, безусловно, для чемпионата плюс. Другое дело, как это было сделано, здесь немножко профессионализма не хватало людям, которые занимались этими трансферами. Очередными громкими приобретениями отметился Анжи. На этот раз махачкалинцы провели выгодную сделку с самим Мадридским Реалом, откуда за 5 миллионов евро был выписан Диара. А чуть ранее в Дагестане расстались 16 миллионами евровалюты за форварда Кубани Трауре. Добротно поработал на футбольном рынке и московский «Спартак». Взгляд красно-белых по традиции был сосредоточен на Южной Америке. Именно оттуда москвичи оформили два главных трансфера своей летней кампании. Опорника сборной Бразилии Рамула и защитника Хуана Инсауральда. Оба новичка уже в дебютных матчах за красно-белых отметились забитыми голами. А вот ЦСКА продолжает переманивать в Россию скандинавов. К еще зимой купленному понту Суверблому армейцы добавили виртуоза штрафных ударов Расмуса Эльма. В активе приобретений москвичей также 21-летний защитник Марио Фернандес. Его переходы с бразильского Гремио оцениваются во внушительные 13 миллионов евро. Я всегда говорил, что шведы и голландцы – это рынок, который цена-качество, они соответствуют. И плюс игроки, если берешь игрока перспективного, молодого, то дальше продать. Как в СССР в свое время брали Жота, Багнера и других игроков. За событиями последних дней немного забылась обстоятельная закупка московского локомотива. Ведран Чорлука из Тоттенхэма, лучший бомбардир чемпионата Даниэм Дойе из Копенгагена, а также возвращение Александра Самедова обошлись железнодорожникам в 20 миллионов евро. В число самых заметных трансферов этого лета также вошел переход венесуэльца Рандона в Рубин. Экс-форвард Малаги призван повысить эффективность атакующих действий казанцев. Кто потратил деньги с умом, а кто впустую, покажет мяч, поле и ворота. Футбол, как известно, играют люди, а не миллионы. Николай Дубинин, Максим Синатров, Вести.